приветствую друзья с вами Денис Пахомов и эта рубрика все за и против в прошлый раз мы обсудили тему стероидов сегодня тема будет более обширной которая касается в данное время абсолютно каждого из нас тема вакцинации как всегда мы не будем рассуждать в одиночку об этом насущном вопросе и сегодня у нас в гостях очень популярный известный иммунолог вирусолог доктор медицинских наук внутримышечно в ковид файзерович встречайте камеру смотрите на вас можете на меня здравствуйте у меня есть несколько вопросов вам по поводу вакцинации давайте итак первый вопрос правда ли что вакцина от к вид небезопасно потому что ее изготовили ну как-то слишком быстро вы знаете это это неправда ну их конечно изготовили быстро что но на самом деле есть хорошо но вакцина от к вид прошла все испытания клинические и получила экспертизу безопасности в клинических испытаниях участвовали 40 тысяч человек поэтому вакцина абсолютно безопасна хорошо а как насчет побочных эффектов от вакцины конечно же побочные эффекты есть там тошнота головная боль ломота в теле боли в суставах повышение температуры но вы знаете все эти побочные эффекты это наоборот даже хорошо это как признак того что тело борется и справляется то есть вырабатываются антитела поэтому это нормально хорошо как насчет если человек молодой крепкий здоровый и считаю что он не подвержен риску серьезно заболеть коронавирусной инфекцией нужно ли в таком случае вакцинироваться знаете абсолютно не важно крепкий вы здоровый или нет подвержены вы риску серьезно заболеть или нет потому что вы в любом случае можете заразиться и являться переносчиком вируса поэтому я настоятельно рекомендую вакцинироваться даже если вы большой и крепкий хорошо допустим человек уже переболел нужно ли ему в таком случае вакцинироваться как я уже сказал ранее независимо от того болели вы или нет крепкий вы или нет вам нужно вакцинироваться потому что вы можете являться переносчиком но и тем более учеными еще не выявлено и непонятно помогут ли антитела выработанные во время переноса болезни больше не заражаться допустим мы сделали вакцину нужно ли будет после вакцины соблюдать все вот эти карантинные меры носить маски соблюдать дистанцию конечно же нужно соблюдать режим в который раз повторюсь вы можете являться переносчиком поэтому нужно соблюдать и социальную дистанцию и масочный режим и все средства гигиены мыть руки умываться для чего тогда вообще все это ну так надо так так сказали ну надо сказали надо вакцинироваться я же говорю ну хорошо и последний вопрос вообще сами вакцинировались я нет ну что ж друзья вы сами все слышали выводы делайте сами для себя выводы я сделал уже давно поэтому как всегда оставляйте в комментариях свое мнение свои за против напишите вакцинировались ли вы собираетесь или нет это была рубрика все за и против до новых встреч